Игорь Туфельд Последних дней, часов Заранее благодарю вас за ваши лайки, комментарии, поддержку нашего канала И подписку для этого нужно только нажать на колокольчик Который находится в правом от вас верхнем углу канала YouTube Итак, после победы Дональда Трампа в Нью-Хемпшире Левые каналы, так называемые прогрессивистские Которые, как мы уже не раз говорили Насчитывают от 95 до 98% На американском телевидении Продолжают нападки на Дональда Трампа Причем достаточно агрессивно Их абсолютно не останавливает тот факт Что чем больше и резче их нападки Тем больше популярности зарабатывает Дональд Трамп И, кстати говоря, несмотря на то, что они утверждают Что его никто не поддерживает в республиканской партии Это тоже, оказывается, не совсем соответствует, мягко говоря Действительности Сразу после его победы в Нью-Хемпшире Трое сенаторов Которые воздерживались От заявлений об открытой поддержке Дональда Трампа Заявили о том, что они поддерживают Его кандидатуру на пост президента Прежде всего это сделал сенатор Кеннеди Из штата Луизиана Джон Корнин из штата Техас И Депп Фишер из штата Небраска Таким образом число сенаторов действующих Которые поддерживают Дональда Трампа Достигло 30 Напомню, из 49 это довольно большой процент Учитывая то, что все-таки остается пока два кандидата Как мы знаем, второй кандидат это Ники Хейли Уже в прессе поднимается вопрос о том Кого же Дональд Трамп, если он все-таки получит номинацию На предстоящем конгрессе республиканской партии В Милуоке в августе месяце Кого он выберет своим вице-президентом Существует несколько мнений Один из, на мой взгляд, самых реальных кандидатов Это сенатор Тим Скотт из Южной Каролины Который открыто поддержал его после того, как снял свою кандидатуру С президентской гонки После победы Дональда Трампа в Нью-Хэмпшире Тим Скотт стоял рядом с президентом Трампом На победителе, речи победителя в Нью-Хэмпшире И произнес довольно такую огненную речь Я бы сказал, в поддержку президента Трампа Даже признался ему в любви Еще один кандидат Это Бен Карсон Известный нейрохирург Человек, который соперничал с Дональдом Трампом В 2016 году И, кстати говоря, в первые дебаты Он лидировал по опросам По-моему, полтора месяца, шесть недель И таким образом заявил о себе как политик Не только как блестящий нейрохирург После того, как он снял свою кандидатуру Он поддержал Дональда Трампа И когда Дональд Трамп выиграл на выборах Стал членом его кабинета министров Заняв пост министра жилищного строительства Как ни странно Одним из кандидатов на вице-президента Потенциальным Я просто хочу здесь напомнить Что речь не идет о том Что это заявление Непосредственно сделанное Дональдом Трампом Это пресса, это политические эксперты Это журналисты И просто люди, которые занимаются опросами Делают свои выводы Кстати говоря, на канале Ньюс Макс Там довольно интересный опрос сделан Во время их новостных передач Которые занимают 85% от их эфирного времени Они предлагают людям проголосовать За потенциального вице-президента И после некоторого времени Сообщат нам о том Кого выбрали зрители Для этого нужно просто отправить Текстовое сообщение По указанному на экране номеру И таким образом Интересно будет знать Кого все-таки считает Консервативная американская общественность Самым выгодным И приемлемым Кандидатом на пост Вице-президента Напомню, что в 2016 году Когда Дональд Трамп выбрал Майка Пенса Бывшего конгрессмена и губернатора Штата Индиана О нем мало кто слышал И таким образом Он сразу приобрел себе Известность Чем закончилось Это вице-президентство Мы прекрасно знаем И не будем Уделять этому особого внимания Вторая новость Довольно неприятная Один из ближайших Соратников и советников Дональда Трампа Питер Навара Получил 4 месяца тюрьмы И 9,5 тысяч долларов Штрафа Из-за того, что он пренебрег Принудительной повесткой Для выступления в Конгрессе Дачи показаний Комитету По 6 января С этим комитетом Тоже, как известно Есть достаточно много Противоречивых мнений Мы помним о том, что Спикер палаты представителей Нэнси Пелози Категорически запретила Принимать участие В этом комитете Республиканцев Хотя По правилам Конгресса Заместителем Или рейкинг Мембер Должен быть представитель Оппозиционной партии Вместо этого Они выбрали Оппозиционеров Республиканцев Людей, которые Отвергают Трампа И на самом деле Придерживаются Антиконсервативных мнений Таких, как Лиз Ченни И конгрессмен Адам Киссингер Джим Кандидатура Джима Джордана Который сейчас возглавляет Юридический комитет Нижней палаты представителей Была категорически отвергнута Этот комитет Также уничтожил Около 120 документов Свидетельских показаний Свидетельствующих О событиях О реальных событиях 6 января Итак, Питер Наварра 4 месяца тюрьмы 9,5 тысяч долларов Штрафа На самом деле Это идет В одно время Этот приговор Был вынесен В то же самое время Когда рассматривается Возможность О наказании Хантера Байдена За Абсолютно Ту же самую Погрешность На самом деле Питер Наварра Объяснил Свою неявку Конгресс Тем, что У него было Соглашение Между президентом Трампом Привилегии Которые он не имел Права нарушить О разглашении Частных разговоров Президента И одного из его Ближайших Советников Однако Как считают Эксперты Питер Наварра Совершил Юридическую ошибку Потому что У него было 4 месяца Для того Чтобы подготовиться К суду И узнать О возможностях Предполагаемого Наказания Он по сути Не воспользовался Этим временем И Собственноручно Решил Принять Решение И Сделать Из этого Выводы Как казалось Они Казались Неправильными В любом Случае Нет сомнений Что Адвокаты Питера Навара Подадут Операционную Жалобу И посмотрим Чем она Закончится На самом деле Как мы знаем Последнее время Решение Верховного Суда И апелляционных Судов Соединенных Штатов Америки Не поддерживает Консервативную Точку Зрения И Прежде всего Это Сказалось На Решении Которое Принял Верховный Суд В отношении Нарушений Сделанных Федеральными Службами Охраны Границы На территории Техаса Мы знаем Губернатор Эботт Губернатор Техаса Эботт Запретил Устанавливать Колючие Проволоки Приказал Представителям Местных Правоохранительных Органов Просто Разрезать Устанавливать Эти Колючие Проволоки Несмотря на то Что федеральные Агенты Постоянно Убирали их И разрезали Для того Чтобы открыть Доступ На территорию Соединенных Штатов Америки Верховный Суд Вынес Решение В пользу Федеральных Органов И запретил Губернатору Эботту Устанавливать Всякие Препятствия Для пересечения Границы Мексики Соединенными Штатами Америки Но Губернатор Эботт Заявил о том Что на этом Он не остановится И будет Продолжать Судебные Разбирательства Кстати Интересно Что Одно из Судей Которые Поддержало Требования Федеральных Властей Была Известная Кони Берретт Назначенная Президентом Трампом Еще Несколько Сообщений Связанных С судами Завтра 26 января В Гааге Международный Суд Должен вынести Решение По поводу Жалобы Поданной Южной Африкой В отношении Израиля Который якобы Применяет Геноцид По отношению К Палестинскому Народу Совершенно Выдуманное Вымученное Ничем не Обоснованное Решение И Тем не менее Завтра Будет Вынесен Будет Вынесено Решение Чем Оно Грозит Израилю Если Международный Суд Примет Решение Против Израиля То В соответствии С этим Решением Против Израиля Некоторые Страны Согласны С этим Требованием А в Комиссию Которая Рассматривает Это дело Входит 15 Судей Из Различных Стран Могут Применены Санкции Так Или Иначе В среду Было Объявлено О том Вчера В среду Было Объявлено О том Что Уже Подготовлен 17 Страничный Доклад Который Будет Зачитан В Пятницу И По этому Поводу Будет Вынесено Решение Против Или За Действия Израиля На Сам Деле Сам Факт Что Иск Южной Африки Был Принят Международным Судом Прошу Не путать Это с Международным Трибуналом Уже Говорит О том Что Есть Абсолютное Предвзятое Мнение По отношению К действиям Еврейского Государства Израиль Не мог Проигнорировать Этот суд Потому Что Еще в 48 Году Подписал Декларацию О Запрете Применения Геноцида Безусловно Это Участие В Этом Протоколе Было Связано С Последствиями Холокоста И вот Сейчас Как раз 26 Января И Создается Будет Вынесено Решение А как Мы знаем 27 Января Это Международный День Холокоста Не знаю Чем Обоснована Именно Эта Дата Но Не Исключено Что Участники И Люди Которые Принимают Решение По этому Вопросу Специально Выбрали Эту Дату Для Оглашения Своего Решения В пользу Или Против Государства Израиль И Еще Одна Новость Которая Касается Государства Израиль Неизвестный Донор Который Потребовал Оставить Своё Имя Анонимным Пожертвовал 24 Машины Скорой Помощи Армии Обороны Израиля И Медицинской Службы Которая Обслуживает Сектор Газа Вернее Территорию Пограничную Сектором Газа Со стороны Израиля Это Безусловно Неоценимая Поддержка Израилю Которая Уже Была Обозначена И в Кнесете И С трибуны С трибуны Президенции Главы Правительства Бениамина Натаньягу Также Как я уже Говорил В прошлых Выпусках Международное Давление Абсолютно Не Работает В отношении Решений Израильского Правительства И Бениамин Натаньягу Заявил о том Что Война Против Хамаса Будет Продолжаться До победного Конца Для того Чтобы В будущем Полностью Обеспечить Безопасность Граждан Государства Израиля Спасибо На этом Я заканчиваю Сегодняшний Выпуск Итак Сегодня 25 января Еще раз Благодарю вас За ваши лайки Комментарии И поддержку Нашего канала Не забывайте Подписываться На канал Континент ТВ С вами был Игорь Туфельд До новых встреч До новых встреч